Прошу всех соблюдать тишину, на нового руководителя сильно пока не давить, потому что у него сегодня боевое кричение. Все мы с вами тематические приемы не раз проводили, да? То есть все настроены на конструктивный диалог. Тема капитального ремонта многоквартирных домов в Балакове в этом году у всех на слуху. Но не потому, что работы в домах, вошедших в программу, выполняются качественно и в срок. Есть серьезные проблемы по 2017 году. Они коснулись силы, к сожалению. Но эти вопросы мы будем решать. Они без внимания не останутся. Дома, которые внесены в предкосрочный план, будут ремонтироваться. Несмотря на то, что программа капитального ремонта объединяет все многоквартирные дома Балакова, проблемы, возникающие при ее реализации, у каждого дома разные. Кого-то не включают в программу, хотя документы поданы по всем правилам. Кого-то, наоборот, включают, но ремонт общедомового имущества там не нужен. Нашего по дому. Не управляющую компанию. Не поставили в известность о том, что нас не включили в клан капитального ремонта на 2018 год. Хотя мы, согласно тех планов, которые были изначально, были намечены планы на 2017 год. При этом деньги у нас в нашем доме имеются. На 22 января у нас денег почти 700 тысяч рублей, которые находятся в фонде капитального ремонта. Когда мы с вами разговаривали, пояснялся таким образом, что вся работа по формированию краткосрочных планов начинается с уровня муниципалитета. Предложение для формирования краткосрочки дает муниципалитет, а Министерство строительства ЖКХ формирует его в окончательном виде, который поступает на исполнение фонда капитального ремонта. Многострадальный дом номер 15 по улице Вокзальной до сих пор не сделан. Подрядчики крышу начали латать, да так и бросили еще осенью. Сейчас зима, у нас течет крыша, замыкает проводка. Как нам быть? Посылают от одного к другому, к третьему. Никто на нас внимания не обращает. Это как? Крыша законсервирована в связи с погодными условиями. Как только наступит теплое время года, работа будет продолжена. Весь ущерб, который был причинен, будет компенсирован. Было сказано, не трогайте полдома, но однако вы пошли, нас не пристушат, все скрыли. И поэтому не надо ждать завтрашнего дня, не отказать всю кровь очистить, посмотреть и сделать так, чтобы больше крови не протекало. Если вы пришли на территорию города Балакова, вы, пожалуйста, тогда работайте так, чтобы у нас люди потом нам не говорили здесь. Вы у нас Тамбовский? Вот, тем более вы не Балаковский, из Тамбова. Но если по улице Вокзальная Тамбовская фирма, выигравшая аукцион, с горем пополам, но приступила к работам, то другая иногородняя организация даже не появилась на объектах. Поэтому многие участники встречи высказывались за то, чтобы ремонтные работы проводили балаковские организации, с которых можно в случае чего спросить за некачественный ремонт. У нас в нескольких таких объектов по городу Балакову есть эфир, нам выиграли конкурсы и к работам не приступило. Сейчас у нас с ними идут как раз в процессе расторжения договоров. Будет опять же проведён новый конкурс. То, что касается сметы, сметы будет пересчитано в цены финансового года. Сборы фонд капитального ремонта по Балакову составляют 65%. И это один из лучших показателей по Саратовской области. А между тем, с теми, кто не платит, начали борьбу. Планируется подать 189 тысяч судебных приказов. До настоящего времени уже 115 тысяч поданы. Из них 24 тысячи с небольшим по городу Балакову. По должникам. Вот в приёмную Кольги Владимировне уже обратились несколько должников. Это люди, проживающие в жилых домах, которые считаются многоквартирными, 1887 года постройки. Обратите внимание на то, чтобы взыскивались эти деньги, в первую очередь, жильцов реально многоквартирных домов, где 170-180 квартир. Они вот эти несчастные, у которых дом не отремонтировать. Среди неплательщиков есть и льготники, которые просто не могут пройти круги ада и получить положенные компенсации. Есть такая группа населения, 80 лет и старше. Процедуру придумали для них, ну просто повеситься. Они должны сначала заплатить, потом с пенсии получить деньги. Взаимосвязи между двумя структурами нет. Старики эти вынуждены тащиться на Академика Жука. Все знают, что там ни автобус не ходит, ни чего. Приходят им, говорят, хорошо, а теперь принесите платёжки. Они за платёжками пришли, чудесно, а теперь оставьте ксерокопию. И пошли эти бабушки солнцем полим и делать ксерокопию. Ну вы как-то между собой стыкните информацию, чтобы не бегали эти старики и старухи к Павлу Николаевичу и не таскали через раз вот эти квитанции. Более того, есть продвинутые внуки, которые из таких бабушек платят онлайн. Они вообще рыдают, они не знают, как им запозиционировать эти платежи. Плажение социальной поддержки населения всегда один. Есть закон, и он гласит, выплаты носят компенсационный характер, а потому заявитель сначала должен заплатить, а потом их получить. Но даже при полном погашении долгов населения за капитальный ремонт средств в общем котле не хватит, чтобы решить проблему капремонта. А её, по словам генерального директора областного фонда Андрея Семёнова, необходимо решать в ближайшие 5-7 лет. Поэтому на данный момент встаёт вопрос о софинансировании со стороны банковских структур или правительства Саратовской области.